Всем привет! Мы с вами сегодня в магазине Floreville. Это Москва, Ступинский проезд, дом 1. К сожалению, по состоянию здоровья не могла выходить по магазинам, снимать видео, но всякое случается. И вот такие вот непентасы нас с вами встречают. Ковшинки крупные. Вот это вот очень интересная такая упаковочка. Я думаю, что это в качестве транспортировочной упаковки. Но, возможно, скорее всего, ее можно оставить и дома, потому что она любит влагу. И здесь в такой тепличке ей будет очень удобно адаптироваться. Цена ее 1600, если я ничего не путаю. Хотела уж дальше пойти, но нет. Тут есть еще малышки непентасы, я тут увидела, и маленькие мухоловочки. Маленькие непентасы 750, мухоловочки 1400. Это у нас в шестых горшочках. И вот они еще внизу есть. Я так понимаю, что, мне кажется, это все разные сорта непентасов. Ну, так, за стеклом у нас тут небольшой ассортимент мутантов фаленопсисов. Там куча-куча филодендронов. Их цена... Там, значит, был бантик. Это не бантик, а, скажем так, ракушка. Самая такая простенькая мутация морковного пирога. 4200. Вот то, что это за шкафчиком. Мы с вами смотрели. Желтые бантики плюс ракушка парковного пирога. И вот это вот. Ну, вообще. Такая же ее цена. Это триллипс альбуферы. В полном распуске. Она давно уже цветет. Уже так подвыгорела. Нежный такой молочный цвет. Восхитительная. Свеженькая такая. Ни единого пятнышка. Лишнего. Вся чистенькая. Ну, красота. Конечно, габариты альбуферы позволяют выглядеть достойно, красиво в любой мутации. Бабочка, пилор, триллипс. Ну, пилор и триллипсы, конечно, наши, скажем так, более интересные для нее мутации. Более изящные, скажем так. Цветы держат долго, до полугода. Так, у этого кустика было две пары листьев. Но за год вырастает еще три пары, наверное. То есть, вот моя за год, ну, это, конечно, не Стелленбош, но прям вот крупная-крупная. Я так думала, что они все крестовники. Но на самом деле тут какое-то другое название. Сейчас мы с вами тут посмотрим, как она у них проходит. Значит, их тут четыре кустика, бусины. Есть вот, там вот попышнее кустик, но покороче плети, а здесь подлиннее. Вот она у них как-то по-другому проходит. Я думала, что это крестовник. Ну, конечно, еще бывает варигатный. Цена ее 1600, если я ничего, опять же, не путаю. Все, ванд нет. Были чуть-чуть ванды, но уценочки мы с вами попозже посмотрим. Вполне достойные на уценки. Так, это все наши фаленописы, что есть, наш островочек. И начнем мы с Камбрии. Камбрии, у нас цена тут 1500. Вот эти вот желтенькие. И у них тут есть название этих гибридов. Не знаю, сходятся они на самом деле с действительностью или нет. Тут, скажем так... Надо бы, конечно, уточнить в любителей Камбрии. И вот желтая. Мы еще одну посмотрим. Запах мне ее вообще не понравился. Они обычно пахнут таким сладким. Ну, скажем так, пахнет и пахнет, да? Не обращай внимания. А тут прям вот неприятный запах. Именно вот у желтой. Так, сейчас мы с вами Адорина чуть попозже посмотрим. А вот эта Камбрия, ну вообще, роскошная. Бульбочки уже подвылезли. О, какая! Ну, вся ревшистая. Вся-вся-вся-вся. Она чуть темнее камерами, немного высветляет ее. Несмотря на то, что я снимаю ее на фоне зелени, все равно показывается более светлой. Они, конечно, недолго цветут. Может быть, ну максимум месяцем. Некоторые две недели и три. Такой вот чехольчик у нее. Это здесь у нас раз-два. Сколько тут бульб? Ну, не могу сказать. Ну, она, конечно, крупная такая, прям взрослая-взрослая. Вот ее цена была 4200. Это вот за ее цену. Цветочек уже подвял. Прям крупные, да, вот эти вот бульбы, с которых она как раз и зацвела. Вот эти мы сейчас и с вами видим. Это для нас, в общем-то, не сюрприз. Есть вот такого, скажем, ближе к кораллового цвета, не красная. Вот она просто пахнет сладким. Ну, пахнет и пахнет. Как бы нет такого, что прям вот неприятно. Там некое название есть, опять же. А вот желтый прям вот неприятно. Не могу сказать. Это вот и не бульбофилумы с таким тухлючком, да. Здесь вот покрупнее распуск. Побольше бутонов было, побольше цветов. Прям такая девочка с юбкой, да. Там такая как будто головка. Да, запах неприятный. Первый раз такой учуяла запах у камбрей. Мне казалось только бульбофилумы так неприятно пахнуть, но вот эти тоже. Причем, вот опять же, если у бульбофилума надо прям вот близко-близко к ним, да, там чуть ли не нос слунуть, то здесь вот уже на таком прям расстоянии, вот на таком, которым я чувствую запах адариона, это на на таком же расстоянии и чувствовался запах вот той вот. Хотя обычно там камбри на всю комнату пахнут. Адрион в такой вот мутации цвета. Мы ее с вами определяем по губе, поскольку, конечно, по цветам определить сложно. Один цветонос, один из точки роста, но его отрезали. Вот здесь люди, но ставили бы, что, его что, не видно? Или что, что? Ну что уже, если он вырос, правильно? Очень есть отдаленно похож на Амстердам, но 2100 рублей проходит у них как моушен. Это какой-то вот новый тестовый сорт, поскольку единственная тут схожесть, это краб и форма лепестков. А так вот ни губа, ни насыщенность краба совершенно не похожи Амстердам. Так, вот эти вот у нас будут несколько таких вот орхидеек в мутации шоколад. Такая вот мраморная краска. Они, скорее всего, так и приходили им от Голландии. По инвойсу как мутация. Четыре кустика таких, мы все посмотрим, они стояли все в разрозненных местах. Вот такие бутоны, по ним сложно сказать, как она в дальнейшем процветет. яркая, красивая такая. Здесь у нас один цветонос, но разветвленный такой прям, неплохие довольно-таки корни. Вот она проходит как мутация. Цена 4,200. Ну вот другой цветоноса и не было. Поэтому как она с той стороны будет свести, непонятно. Очень красивая. Клеопатра одно время была такая похожая на свою Клеопатру, но отдаленная, и она называлась желтая Клеопатра. А теперь она еще более желтая, скажем так. Но у них проходит она как Герона по цене 2,400, Тулон по цене 2,500. И мы сейчас с вами ее подробненько посмотрим. Вот она красавица. Это вот к дополнению к коту подружка. Есть еще Боуи, но он такой рыженький, а Тулон вот он такой более лиловый. Как и дикий кот любит пить, долго держит цветочки, довольно-таки неприхотливый. Заболотится из горшка, нам в общем-то тоже про это и говорит, потому что со временем она будет пить прилично. Это не значит, конечно, что мы пришли домой и сразу ее в таз с водой. Нет, конечно, все равно поливаем пока по чуть-чуть, смотрит, как пьет, просыхает и добавляем ей водичку. Особенно для таких водохлебов очень актуально вытаскивать торфяные стаканы и СМИ на камеру выглядит, конечно, такой вот более шоколадный, она потемнее. Так, и вот такой вот экземплярчик из микса. Микс на два цветоноса 1800 рублей. В обе на этой интересной я была, но обзоры снять было нечего, прям совсем была скучная такая поставочка, но там миксы уже на 11 анос 1300. Вот они все наши миксы, на них останавливаться не будем, 1800 рублей, вот такая доминикана и еще одни есть это название Вероника, Лаймлайт, Кава Бьюти, ну так в общем черте в общих чертах посмотрим, Перат Пикати и он идет как сортовой, вот такой кустик, что у нас тут еще с вами Фронтера 1900 бегли по 2250 и Орликин 2250 Орликин сейчас мы с вами посмотрим вот поподробнее она дома у меня была такая она может мутировать вполне темного может быть гораздо больше но так как здесь 20 носа такой прям обильный состояние бутонов то цветочки не особо крупные а дома допустим они даже мутированные но все равно в таком же размере и любит пить она у меня была всегда в воде то есть ничего не гноилось ничего не пропадало но всегда вот любил я бы не сказала что она прям пьет нет но вот водичку чтобы не было вот такие беглипы с напылением как вот похожие есть азиатские rainbow кораллового цвета это это какой-то другой гибрид второй раз его привозят участников он также бывает гибрид даже губа другая здесь она не очень похожа на тот именно азиатский сорт он красивый еще один кустик шоколадки конечно он поярче здесь уже два цветоноса своего скажем так естественного окраса здесь уже гораздо меньше вот эти вот розовые прожилочки еще остаются но практически полная полная мутация на всех цветочках также интересная особенность мутации не только лепестков но и самой губы сейчас мы с вами посмотрим поближе потому что на губе также есть раморные такие сплэши цену я передать называла 4200 отличный куст мне конечно кажется что это magic art но всякое может быть очень красивое подробно подробно с вами ее рассмотрим такого такого экземпляра конечно там от глаз практически невозможно вот эти вот мраморные окрасы еще также присутствуют на губе в большей или меньшей степени на том цветоносе он побледнее там практически нет его а вот на этом есть такая красивая так дикие коты их много весь этот этаж по цене 2300 на два цветоноса и еще внизу несколько я так понимаю что там целая палеточка такая они расформированы ну как всегда отличные корни отличная розетка адаптируется быстро этот сорт непривиледливый неприхотливый в общем не сорт а подарок здесь конечно можно выбрать есть коты посветлее есть потемнее мы конечно любим потемнее нам чем темнее тем лучше ну вот 2300 цена участников в общем-то он тоже где-то будет но 1800 стоит но там допустим еще с пересылом вот такие у нас цены очень дорого барселона прям очень дорого 3000 их всего три кустика ну какая красивая каждый раз когда я слышу название барселона мне всегда вспоминается фильм вуди алина с вообще вообще с вами ее видели только один раз а кота я кстати ни разу не встречала вольтера это старенькие еще поставочки в прошлый раз она тоже была это было две недели назад ну вот так и стоит вольтера 1800 и вот эти вот салатовые беглипы пышные такие смотри сколько еще бутонов у нее хорош кустики но опять же наличие корней еще не говорит об их сохранности в дальнейшем тем более что здесь уже есть такие вот вопросики ну и наверное с вами мы все посмотрели и перейдем к уценочке общим планом наша уценка здесь у нас как правило 50% скидка от цены ванды были у нас 5500 вот 50% скидка на них вполне неплохое состояние гнило вот так ничего нет корни конечно сухие но в любом случае при адаптации ванда теряет какое-то количество корней даже если ее брать прям свежие только только с поставки мальва их тут три кустика отличные горшочки если допустим ее цена где-то в районе 2000 то где-то будет в районе 1000 рублей очень красивая насыщенный у нее такой цвет и кант красивый яркий прелесть что нам тут еще посмотреть ну наверное на этом все а вот это вот армион что-то типа нее или она и есть армион так ну а на этом все до скорых встреч спасибо что смотрите мой канал пока пока пока